Всем привет! Вы смотрите канал Данила Кулеша и это 33-й выпуск информационной программы новости Apple. Итак, поехали! Партнер выпуска – сеть магазинов официальной техники Apple iStudio. Apple намерена выпустить iOS 8 Beta 3 через 3 недели после анонса второй бета-версии новой операционной системы, сообщает BGR со ссылкой на осведомленные источники. Релиз сборки, как утверждается, состоится 8 июля в 21.00 по московскому времени. Бюро по патентам и торговым знаком США в четверг опубликовало заявку Apple на патент клавиатуры для ноутбуков, в которой каждая клавиша в дополнение к электромеханическому контакту оснащена встроенным дисплейми с сенсором касания. По замыслу Apple в каждую кнопку будет встроен миниатюрный экран, изображение на котором сможет изменяться в зависимости от режима работы. К примеру, в текстовом редакторе это могут быть изображения букв и цифр, в программе для работ с графика, пиктограммы операций. Также клавиши могут быть запрограммированы на запуск конкретных программ, например, iPhoto, Safari и других. Как и ожидалось, Apple выпустила новую 16-гигабайтную модификацию плеера iPod Touch 5G. Одновременно компания снизила цены на 32 и 64-гигабайтные версии устройства. В четверг, 26 июня в Украине стартовали официальные продажи iPhone. Аппараты появились сразу в нескольких розничных сетях, в Foxtrot, Allo, Comfy, а также в фирменных магазинах Киевстара. Apple выпустила четвертую бета-версию OS X Mavericks 10.9.4. Скачать тестовый билд могут пользователи и разработчики, используя аккаунт на девелоперском портале Apple. Релиз сборки состоялся через неделю после выхода третьей бета-версии OS X 10.9.4. В сети появились сравнительные изображения прототипа iPad 6 и планшета iPad Air. Как утверждают источники, в отличие от прежних утечек, в этот раз речь идет о точной копии полноразмерной таблетки Apple, которая будет официально представлена осенью этого года. Разработчики джилбрейка iOS 7.1.1 готовят обновления. Новая версия утилиты будет совместима с платформами Windows, Mac и Linux и будет переведена на английский язык. Об этом говорится на официальной вейба-странице хакеров. Пользователи популярного форума разместил множество качественных снимков iPhone 6, который, как утверждает автор, попал к нему в руки. Смартфон имеет металлический корпус высокого качества и дисплей 4,7 дюйма. Китайский ресурс Apple Club поделился шпионским снимком, на котором запечатлены три еще не анонсированных продукта Apple. Новый смартфон iPhone 6 с диагональю 4,7 дюйма, iPad mini 3 и iPad Air второго поколения. Как утверждает автор изображения, новые планшеты в целом сохранили в форм-фактор, но обзавелись сканером отпечатков пальцев Touch ID, встроенным в кнопку Home. Готовящийся к релизу iPhone 6 успел уже не раз стать объектом информации, во многом благодаря тому, что некоторые инсайдеры получили доступ к его макетам. Дизайнер из Gadget Love подготовил на основе засветившихся в сети снимков 360-градусное изображение нового смартфона. А на этом 33-й выпуск информационной программы новости Apple подошел к концу. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте, ставьте лайки под этим видео. Всем спасибо за просмотр, пока! Субтитры сделал DimaTorzok